Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня архимандрит Малхиседек, настоятель храма, в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, продолжает отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка! Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, дорогие друзья! Как всегда, огромное число вопросов к вам приходящих. Сегодня я постаралась как-то их упорядочить. Одни вопросы, может быть, богословского какого-то плана, или так или иначе связанные с богослужением в первую программу, а вопросы, связанные с семьей, с браком, с разводами, вам очень часто их задают. Я предлагаю, батюшка, перенести на следующую передачу, чтобы так, может быть, не совсем прыгать. Но первый вопрос, ну, что называется, для поднятия тонуса и вам, и мне, и всем окружающим, вопрос в виде анекдота, который, так признаться, я периодически сама рассказываю некоторым очень ретивым водителям. Да. Отец Муседык, действительно ли эта информация доподлинно известно, что ангелы не летают быстрее 90 километров в час, особенно на зимней дороге? Старайтесь, чтобы они не отстали от вас. Да, подлинное известно, он задает вопрос. Ведь измерили скорость передвижения даже ангелов. Нет, в зависимости от обстоятельств. Если резина не шипованная, тогда 80 километров в час летает. Вот. А если вообще еще и машина старая, так вообще только 70. Дело в том, что есть такое понятие «не искушай Господу, Бога твоего». И поэтому любой водитель, любое, которое связано с каким-то опасным производством или вообще с какой-то, так сказать, опасным образом жизни, так сказать, всегда есть понятие «благоразумие», есть всегда понятие «молитвы». И никогда лихачество или геройство, которое граничит с безумием, оно никогда не приветствовалось. И поэтому, особенно сейчас, ведь я какую-то статистику слышал, в год на российских дорогах погибает чуть ли не 35 тысяч человек. Мы в Афганистане за 10 лет потеряли 30 тысяч человек, а здесь в один год. Это население... Страшная статистика. Это население среднего города. Среднего города. И причем, ну, я скажу, что большей частью, конечно, это несоблюдение права дорожного движения и превышение скорости. Поэтому, братья и сестры, будьте внимательны, потому что здесь это и никакого лихачества быть, конечно, не должно. Ну и, конечно, конечно, уже перекрестившись, молитва, молитва, молитва. Потому что везением заведует Бог. Бестолковость от нас, от везения от Бога. Многие люди рассказывали, говорили, одна секунда, одна секунда. Зачем-то я притормозил и навстречу машины. Зачем-то я наоборот нажал на педаль и проскочил. То есть сам даже не понял, как. То есть ангел-хранитель, все-таки, это какие-то невероятные моменты, так сказать, уже людям помогают. И рассказывали. Машина в дребезге. Приезжает, так сказать, МЧС, думает, что вообще, так сказать, мы будем сейчас перить вместе с машиной. Человек живой, машина в дребезге, так сказать, там нет перелома. То есть какие-то невероятные события. А другой стороны, небольшое столкновение на скорости 50 км в час в стойку головой и нет. Поэтому, все-таки, везение от Бога. И поэтому, садясь в машину, кстати, вот еще, я сам замечал, люди, когда садятся в самолет, чувствуются, так немножко переживают. И когда там я в самолете летаю, вот, значит, кто-то благословение спрашивает. То есть, ну так все-таки, как бы, понимают о том, что рискованный момент взлета и посадки. Вообще самолет. А оказалось, оказалось, что самый рискованный, самый рискованный, это автомобиль. Это автомобиль. Да. Потому что гораздо меньше, меньше в авиакатастрофах погибает, чем за, так сказать, в этих дорожных, дорожных ситуациях. Поэтому, поэтому, в любой машине. В эти благоразумные. Да, да, в любую машину, когда садимся, только призывая имя Божие. Спасибо, спасибо, батюшка. Ну что ж, перейдем к другим вопросам. Отец Матки Седек, я работаю посменно. В воскресенье после ночной смены на службу не хожу, тяжело стоять. Ну, то есть, человек субботы на воскресенье работает в ночь, приходит утром, тяжело стоять. Но совесть мучает, хожу. В другие дни, извинительно ли мне не посещать службу в воскресенье из-за работы? Или все же нужно пойти? Работа, работа рознь и возраст, возрасту рознь. Если есть сила, если бы была со мной такая ситуация. Вот я когда работал на скорой помощи, такие ситуации тоже были. Но тогда все-таки была молодость. Ну, есть в храмах, есть в храмах позднее богослужение, которое начинается в 10 часов утра. Человек, если бы пришел ночью, ну, например, даже, ну, до 12, предположим, до 12. Но с 12 до 9, и потом час добраться, ну, целых 9 часов. А если не 9 часов, а 8, а 7, а 5, а 6. Ну, можно чуть-чуть, так сказать, прийти в себя на богослужение, которое длится 1,5-2 часа. А потом целый день, так сказать, ну, если есть возможность, отоспись. Потому что, ну, все-таки, все-таки воскресенье день особый. И поэтому то, что мы в воскресенье были в храме, десятина от всей недели благословения Божия, потому что все-таки это заповедь Господня. Чтить день воскресный. И поэтому, ну, и само богослужение совсем другого порядка. Хотя, хотя, если вдруг, так сказать, на самом деле работа, ну, работа и возраст, и здоровье, это не позволяет, тогда, конечно, так сказать, отдыхайте и в любой день, пожалуйста, так сказать... И смотреть телеканал «Союз». Ну, или так, да. В общем, надо по обстоятельствам, но, соответственно, день он, конечно, особый. Ну, да, если есть возможность, какие-то силы пойти потом отоспись. Но если уж нет, действительно. Божий, вы знаете, очень важный, наверное, вопрос. Пишет человек, что живет сейчас за границей, в ближайшие несколько лет в России не будет. А где, в городе, где сейчас живет, есть только Сирийская Православная Церковь. Я, чадо РПЦ, Русской Православной Церкви, могу ли принимать участие в ее таинствах? Сирийская. Ну, дело в том, что Сирийская Церковь, значит, это антиохийский патриархат. Столица Сирии, Дамаск. Дамаск. Вот, патриархиан, мы в каноническом церковном общении, мы единая православная церковь, которая поминает антиохийский патриархат, поминает святейший патриархат, поминает антиохийского патриархат. Мы единая семья православных поместных церквей, поэтому вы счастливый человек, что есть такая возможность. Кстати, там вопрос был, что человек в Индии даже живет. В Индии, да. Что и вдруг, живя в Индии, вдруг там оказался... Кстати, я тоже, Сирийская Церковь. Да, это антиохийский патриархат, поэтому проблем никаких нет. Наоборот, это радостно, что в такой экзотической стране, где никогда православие не встречалось, вдруг есть сирийский... Кстати, я знаю, что у нас в Дели есть посольская церковь в честь апостола Фомы. Такие рабы Божьи, Татьяна и Валерий, много-много лет назад были там, служили в Дели, вот, несли пастушание. И мы лет 10 назад с подворью оптиной пустыни, храм Петра и Павла, писали аналойную икону апостола Фомы. И они передали в храм апостола Фомы. То есть, как бы, благостояние оптиной пустыни. И поэтому в Дели есть наш православный храм. Поэтому, если есть какая-то связь, то можно этим воспользоваться. В нашем посольстве есть наш православный храм русско-православной церкви святого апостола Фомы. Божьи, когда очень тревожный такой вопрос поступил от одной молодой, я так понимаю, девушки или женщины, она пишет о том, что в свое время я интересовалась оккультными науками и разными всякими экстрасенсами. Подробность излагать не буду, понятно, в чем суть. Она, видимо, опомнилась в какой-то момент и даже исповедовалась. Исповедовалась, но пишет, что ей кажется, что она преуменьшает тот грех, который она совершила. Постоянно переживает. И что ей делать с этими постоянными переживаниями? То есть, отойти от этого она не может. И что ей делать? Исповедоваться. Что ей делать в этом случае? Ну, дело в том, что в Священном Писании, в Библии мы читаем, что колдовство, так сказать, и поклонение иным богам вообще было одним из самых страшных грехов. То есть, если это блудник, пьяница, тот сказал, один проспится, другой в разум придет, то, так сказать, тот след, который оставляет в уме и в сердце, в душе, оккультизм, это, конечно, вещь очень чрезвычайно серьезная. Поэтому, Левосинка, помните, да, любая операция, любая операция, вот я недавно свои там документы смотрел, у меня было три года назад, вчера что-то листал документы, три года назад был перелом ключицы, вот. Да, помню. Да, я вдруг смотрю, какой-то листок, листок, где было прописано 10 пунктов, для меня было прописано 10 пунктов реабилитации, реабилитации перелома, то есть, что надо делать. И вот поэтому то же самое, так сказать, произошло и в ее душе, в душе умеет, произошел перелом, перелом сознания. И требуется реабилитация. Мало сказать только, мало того, что мне поставили пластину, то есть, ну вот человек покаялся, так, человек принес, так сказать, искреннее раскаяние, но надо еще ту рану залечить. Есть, так называемый, период реабилитации, и мы счастливы люди, но я не знаю, откуда человек задает вопрос. Если это в Москве, то в нашем Викоярстве, в Москве, это юго-западный округ, у нас есть такой целый центр в честь Иосифа Волоскова, это улица Академика Челомии. Да, где, где, как раз существует реабилитационный центр для людей, которые попали или в иные исповедания, или, так сказать, в оккультные эти все системы. То есть, это целое духовное, душевное лечение. Поэтому вам советую, если вдруг это совсем другой город, если вдруг это совсем, ну, неудобно и невозможно, ну, хотя в Москве на метро, на любой край Москвы можно добраться. Если вы не в Москве, тогда к своему священнику, духовнику, и еще, еще раз, так сказать, уже не только на исповеди, чтобы рассказать об этом подробнее, и в чем была убежденность, какая была практика, было ли отречение, не было. То есть, это надо немножко, ну, не немножко, а серьезно, это надо разобраться, до какой степени это было, какая все-таки была практика. Вот поэтому я думаю, что... То есть, центр Иосифа Волоскова. Да, или исповедь с духовником, со своими священниками. Вот, или... То есть, это зайти на сайт, может быть, там наверняка есть телефон, может быть, даже списаться с ними. Совершенно верно, да. Если из другого города, наверняка что-то посоветуют. Итак, реабилитационный центр Иосифа, преподобного Иосифа Волоскова, город Москва, юго-западное векариатство. Короткий вопрос, но емкий. Батюшка, можно ли лежа читать псалтирь? Наверное, очень многие хотят услышать от вас, что можно. Дело в том, ну, тогда следите за речью. Можно ли, можно ли во время работы молиться? Во время работы молиться. Кто умудряется во время работы молиться, тот большой молодец. А вот теперь обратно. А во время молитвы можно ли работать? Но вот во время молитвы, когда время посвящено сугубо молитве, работать нельзя. То есть если утренняя молитва, вечерняя молитва, если это Акафист, Псалтирь, домашнее правило, которое состоит из трех молитв, Отче наш. Но вот в это время это должно быть посвящено только молитве. Если вы читаете Псалтирь, то это ваше домашнее правило, то в это время лежать не надо. Но если вы все сделали, есть какое-то время, человек прилег и не знает, или телевизор смотреть, или Союз, или Спас, а в одних желаниях Псалтирь углубиться, уже не как в молитву, а углубиться в слова, в смысл, или даже в перевод. Потому что есть прекрасные издания, которые параллельно идут. Вы мне подарили такую книгу. Об этом советует святитель Феофан Затворник-Вышенский. Он говорит, молитвословие, разберите не во время молитвословия, разберите для себя, для начала, утренние молитвы. Сядьте и посрочно разберите, что стоит за этим словом. Непонятно? Позвоните на телеканал «Союз», на телеканал «Спас». Отсумьтесь и ДЭКУ. Позвоните. Чтобы читаемое разумевать, то есть понимать, а сердце должно сочувствовать разумеваемому. Но это, говорит, надо делать не во время молитвословия. И поэтому чтение псалтии лежа, если это является предметом изучения, допустимо. А если это вообще человеческая немощь и болезнь, и человек, его состояние лежа, это его естественно нормальное состояние, тогда, так сказать, это Бог помощи. Потому что вот что остается теперь делать? Вот теперь, так сказать, псалтии только читать. Потому что носились бы где-нибудь. Кстати, Блейс Паскал однажды сказал, Любовь Сергеевна, если бы Бог по временам не укладывал нас на лопатки, нам бы некогда было посмотреть на небо. Поэтому все непостижимый промысел Божий. И здоровье, и болезнь, и богатство, и нищета, и многодетность, и бездетность, все глубокий промысел Божий. Только ради одного, ради одного, ради спасения души. Поэтому, если это состояние или возраста, или болезненности, что человек лежа, вынужден читать псалтии, то это вовсе никак не будет умолять ни молитва, ни качество молитвы. Это уже ваше состояние. Потому что если бы была другая возможность, вы бы и воспользовались. Ну, поэтому пусть все будет, самое главное, от сердца и от души, и по состоянию здоровья. Спасибо, отец Макседык. Этот вопрос, он немного, может быть, как созвучен, вопрос об оккультизме и об остальном. Пишет тоже молодая девушка, спрашивает вас, как относиться к подруге, которая вроде бы и в бога верит, и в приметы верит. И что ей делать? Она ей там часто дарит какие-то заговоренные монетки на счастье. Она говорит, как я, должна ли я православная девушка принимать эту монетку, чтобы не обидеть подругу? Или же я должна все-таки не брать, объяснив почему? Подождите, но какая же это подруга, если дороже, дороже, дороже в нашей жизни, в душе не должно быть ничего. Обредший друга обрел сокровище. Какого друга? По душе и по вере. Но какая же это подруга, когда из-за одной смысли, с какой-то периодичностью, вот эта практика оккультно-бесовская, она существует. Но есть же такое понятие, с преподобным-преподобным будешься, с разращенным разводишься. И есть такое понятие, духовное облучение. Духовное облучение. То есть, раньше, если взять 19 век, понятие облучения, никто ничего не понимал, что такое облучение. А сейчас облучение от всего. От айфона, от микроволновки, от лэп, от телевизора, от чего угодно. Такое же облучение есть друг от друга. Или позитивное, или негативное. У человека дурное настроение это передается. У человека злость, которая не выражается, не выражается, она передается. У человека, так сказать, какая-то бесовщина, так сказать, этот человек может явно это не проявлять, она передается. Ну и спрашивают, ну если вы об этом знаете, раз поговорила, два поговорила. Слушай, вообще отходите от такой, якобы подруги. Ну подождите, ну да, ну так, ну тогда, то есть если человек после трех убедительных разговоров о том, что это, я говорю, что, ну я повторяюсь, Ветхом Завете, то есть, ну один из самых страшных грехов был, это было, это съедал поклонство. Другие грехи как-то врачуются, но это, не поклоняйтесь иным богам, то есть, ну все, ну это основа основа. Вы знаете, у меня был очень тяжелый случай, аналогичный, наверное, ну очень много лет назад, когда я начала воцерковляться, и в общем-то уже, слава Богу, многое поняла. У меня действительно была, ну не могу сказать, что подруга, но достаточно близкая приятельность, с которой я училась, она ушла работать, не буду название этого издания говорить, но так, на тот момент это было, ну, самым, я не знаю, самым жутким, наверное, изданием, которое только могло развращать, развращать умы, вы знаете. Я ей сказала, вот ты мне извини, ты мне действительно друг, и мы с тобой учились, и много связывает, но пока ты там работаешь, я не могу с тобой общаться. То есть это выбор, если ты выбор такой сделал, осознание? Да, да, я ей просто сказала об этом, то есть я не стала ни темнить, ничего. Ты знаешь, я говорю, для меня, я понимаю, ты осталась без мужа, у тебя двух детей, я это все понимаю, ну, прости. То есть я тебя не осуждаю, это не мое, но мое право общаться или нет. Ну это... Потому что тащить вот это все, мерзости домой, я... Это все реально передается, кстати, Льва Северна. Был такой случай. Благодарю вам за этот пример. Я был здесь в одной замечательной клинике Дмитрия Севастьянова. Так это получается, небольшая реклама, невольная стоматологическая. И представляете, я не ради имени говорю, а ради факта. Да. И вдруг читаю надпись в клинике «Прибыль превыше всего». О, как. «Честь превыше прибыль». О, замечательное окончание. Слушай, надо же об этом думать. Надо об этом думать. Понятно, ну двое детей, там еще что-то. Понятно, что где-то. Но не любой же ценой. Но душу же не продавать. У каждого из нас есть право выбора. Да, но не любой же ценой. Тяжелого, но выбора, да. Кто-то сказал, Любовь Сергеевна, кто-то сказал, не стыдно, не стыдно. Быть бедным. Стыдно быть дешевым. И поэтому честь, честь превыше всего. И истина превыше всего. Поэтому работа работает, так сказать. Но есть такая поговорка. Деньги пахнут, так сказать. Деньги пахнут. И жизнь пахнет, и поступок пахнет, и вера пахнет. Вера или безверия. Все пахнет. Знаете, что-то мне рассказывали в каком-то сельском храме. Батюшка повесил объявление, что деньги от нечистых дел не принимают. Не слышали? Ну, правиль сделал, только еще бы объяснил. Так, здравствуйте. Вот, батюшка, такой вопрос. Просто, опять-таки, мы, с одной стороны, люди православные, а с другой стороны, вы знаете, ничего не поменялось аж с 17 века, когда, знаете, днем были русские православные, а ближе к вечеру верили во всяческие приметы, в том числе и взглаз. Такое бывало. Можно ли зажигать свечу около одной иконы, а оставить ее перед другой? Ну, сложно себе-то как-то возразить. В общем, вопрос такой. Но все гораздо проще, гораздо проще. Пришли в храм, пришли в храм. Увидели любой свободный подсвечник. Поставив свечу, обратились к Богу, к Богу, прежде всего, к Пресвятой Богородице. И если хотите призвать на помощь Ставленного Святого, то подняли мысленно глаза к небу и помолили Спасителя Божьей Матери и тому святому, кому хотели обратиться. А уж, так сказать, непосредственно перед этой иконой или не перед этой иконой, значения не имеет. Вы пришли, приобрели свечу, и дело даже не в самой свече, что это не некая жертва для того святого. Заклинание какое-то. Ну, конечно, так сказать. И мне тут один наш замечательный пиатр рассказал. Я говорю, ну, мне дали такую картину в храме. Когда девушка пришла, поставила свечу, встала, встала в полуоборота к иконе, встала в полуоборота к иконе и начала молиться на свечу. Но скоро мы до этого можем дойти, если будем думать, что эта свеча принадлежит только этой иконе, это только этой. И вообще, так сказать, что это некий какой-то ритуал, такой, который гарантирует, гарантирует исполнение прошения. Вообще-то, раньше свечи это было. Никогда не было электричества. Люди, жертва Богу была, так сказать, и ставили свечи для того, чтобы в храме было светло. А никак, так сказать, кто-то пеносил идолу, кто-то молоко, кто-то гнёт. Мы свечу. Дело не в этом, что свечу пенесли, и всё, так сказать, должно исполниться. Добрые дела надо пеносить. Это надо помощь храму, это наша помощь храму. Ну, конечно. Потому что мы приходим, здесь батюшки, которые должны пить, которые должны есть, содержать детей. Ну, не только это, но ещё... Мы должны содержать храм, оплачивать электроэнергию, тепло. Коммунальные услуги, ну, конечно. Ну, понимаете, иногда действительно просто начинает, я даже нервничать иногда начинаю, я человек всё-таки творческий. Мы все эмоциональные. Мы все эмоциональные, конечно же, когда начинают, ну, в храме, вот, должно быть всё бесплатно. Я говорю, ну, простите, ну, вы-то получаете заработную плату, вы-то ведь едите, пьёте, вы приехали на машине, вы потратили деньги на бензин. Ну, простите, а что священники, они не люди? Как, что за глупость такая? Ну, давайте про это не будем. Нет, батюшка, ну, на это тоже надо иногда отвечать, понимаете? Ну, как будто отопление водопровод, канализация света, ну, откуда-то само всё... Мне кажется, не надо это замалчивать, об этом надо людям говорить, они должны же это понимать. Ну, если коснулись с тем, например, у нас храм, так сказать, Паковский, Петра Павлова есть, вот, чтобы обеспечить, чтобы просто даже так на скидку, чтобы обеспечить жизнедеятельность храма, жизнедеятельность храма, в том и другом храме приблизительно по 60 сотрудников. Представляете? Ну, правильно. Приблизительно по 60 сотрудников, не говоря уже про каких-то смежников. Вот, чтобы просто обеспечить жизнедеятельность храма. Ну, вот, поэтому... Отец Белик Сидек, ну что, 2 минуты осталось, я даже не знаю, продолжать вопрос или вы обратитесь к нашим зрителям уже на ваш выбор? Ну, давайте пожелаем. Давайте? Давайте пожелаем, давайте пожелаем. Еще одна была мысль за эти дни. И тем более, как мы сейчас, наши передачи, они носят прежде всего, прежде всего, просветительский характер, чтобы мы, так сказать, ну, хоть чуть-чуть помогали, насколько это возможно, разбираться в элементарных основах нашей веры. Не только веры, но и благочестия, и опыта духовной жизни, и поведения в храме, между собой. Вот, и поэтому есть одна замечательная, древнейшая пословица. Не стыдно, не стыдно чего-то не знать. Не стыдно чего-то не знать. Стыдно не учиться. И поэтому, а святитель Феолдет, мне это при этом Московский говорил, не всем быть чудотворцами, не всем быть преподобными, не всем быть священниками, не всем быть монахом, не всем быть святыми, но не учим, пусть не будет никто. И поэтому в наше время, в наше время, среди обилия книг, передачи информации, надо все-таки завет апостола Павла воспринимать реальным образом. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо поступай так, спасешь себя и слушающих тебя. Вникай в себя и в учение. Поэтому сегодня вы, наверное, и с нами, чтобы вникать в себя и в учение. Помоги нам всем в этом милосердной Господь. Аминь. До новых встреч. Спасибо большое, дорогой батюшка. Я тоже хочу вам пожелать доброго здоровья. Спасибо. Сил. Я всегда благодарна вам за то, что вы с нами и отвечаете на огромное число вопросов зрителей. На огромное. Да, огромное. Я иногда думаю, что, наверное, сейчас придут на передачу, буду готовиться, наверное, их будет меньше. А их все больше, больше и больше. Ну что ж, это говорит о... Я думаю, это говорит о хорошем, о том, что люди не стесняются эти вопросы задавать. Мы с уважением относимся ко всем вопросам, которые даже нам иногда кажутся, может быть, такими несколько недоуменными. Ну, все мои братья и сестры во Христе. Кто-то начал раньше, кто-то позже. Но добрый конец всему делу венец. Спасибо вам большое. Не стыдно чего-то не знать, стыдно не учиться. Да, стыдно не учиться. Спасибо вам. Я, Любовь Акинна, благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство церкви». Напомню, что на ваши вопросы отвечал архимандрит Милхиседек, настоятель храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе. Ну, а я жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Всего вам доброго.